Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим про термоаккаунтов, как это настроиться, чем это нужно и, в принципе, вся полезная информация о том, что где купить, как настроить и как это использовать. Для начала нам понадобится, конечно же, дельфин. Мы в нем должны зарегистрироваться. Также один аккаунт дельфина допускает использование 10 браузеров. Если вы хотите одновременно использовать 100 браузеров, то вам придется заплатить около 67 долларов в месяц, но я думаю, что вам это не нужно, потому что можно сделать много браузеров по 10 аккаунтов. Все, вы зарегистрировались. Теперь заходим в сам браузер. Сейчас я вам покажу на примере, как сделать один аккаунт полностью готовый к работе и по этому примеру вы сможете сделать там свои 10, 20, 30 аккаунтов. Для начала как-нибудь называем его. Для чего называть? Для того, чтобы потом ввести табличку. Вы всегда видите Excel табличку, какие аккаунты, на каких, где метамаски, какие, где там твиттеры, дискорды и так далее, чтобы вам легче было все это отслеживать. Так, я выбираю Windows и система Google, ну, чтобы Google почту завести в нормальном. Так, прокси. Используем, конечно же, прокси. У меня уже есть готовое. Сейчас я вам расскажу подробнее. Все прокси и автоматическая смена фингерпринта. Нажимаем создать. Аккаунт готов, в принципе. Что касаемо прокси. Есть два варианта прокси. Первый статический, который стоит 100 рублей в месяц, который использую я, потому что мобильные прокси гораздо более медленные и неудобные. Но если у вас больше 30-40 аккаунтов, то мобильные прокси выйдут вам дешевле, потому что мобильные прокси, допустим, казахстанские, самые дешевые, выходят 40 долларов. 40 долларов за месяц. То есть, как работают мобильные прокси. Вы добавляете вместо статического прокси сюда мобильный прокси. И он просто каждые 2, 5 или 10 минут меняет IP-адрес. То есть, если у вас задание, допустим, зачекинится в дискордах ваших других, вы ставите на 2 минуты, и каждый аккаунт заходите, и раз в 2 минуты у вас новый IP-адрес. В принципе, это удобно, но довольно-таки медленно. Но это будет гораздо дешевле для вас, если у вас 30 плюс аккаунтов. Если у вас меньше 30 аккаунтов, пользуйтесь статичной прокси. Они довольно-таки быстрые и удобные. И на те, и на те прокси я оставлю ссылку в описании. Дальше, что нам понадобится, это, конечно же, Google Почта. Можно зарегистрировать почту самому, но вам понадобится мобильный телефон. Так как, если вы будете регистрировать почту с компьютера, то он будет требовать каждый раз новый мобильный номер. А если вы будете регистрировать со смартфона, то номер не понадобится. В принципе, можно сделать это самому, либо просто купить за 6-7 рублей и готовые ящики. Также и с дискордами. Дискорды стоят в районе 10 рублей, которые активированы номером смс. Я думаю, что лучше стоит брать такие. Соответственно, когда вы их купите, вам придет почта, логин, пароль и токен. Именно по токену мы будем заходить везде. И, соответственно, что нам нужно еще для удачного прохождения всех глеммов и так далее, нам нужен твиттер. Твиттер также стоит там 6-7 рублей хороший, который вам не забанят в первые 10 дней. Ну, допустим, покажу, как работает с дискордом. Твиттер и так далее, это понятно. Там просто по логину пароль входите. Вот наш новый аккаунт. Заходим в него. Что нам нужно сделать? Первым делом, конечно же, мы ставим MetaMask. Соответственно, устанавливаем дискорд токен логин. Вот так он выглядит, появляется. Заходим на сайт дискорда. Берем свежекупленный дискорд. Вот нам нужен этот третий вариант, это токен. Берем, копируем токен. На странице входа заходим в наш дискорд токен, нажимаем логин. И все отлично, мы попали в дискорд. Вот он пустой, соответственно, с аватаркой, со всем, и его я купил за 12 рублей. Так, все, дискорд у нас есть. Твиттер также мы подключаем. Google подключаем. И наша станция готова для работы. То есть, один аккаунт, вот так вы потратите 10 минут. Соответственно, потратив пару часов, вы настроите свои там 10 аккаунтов, там 15-20, сколько. Я вам советую сделать для начала 10 аккаунтов, посмотреть, как это работает. В начале открытия нашего канала в мае-июне у нас был такой челлендж, что мы зарабатываем 150 долларов на Pay to Earn играх, ничего не вкладывая, ничего не делая. Тут, я думаю, у нас будет такой же челлендж. Вот мы сделали 10 аккаунтов. Я сделаю, наверное, 50, потому что мне, у меня уже есть там 20, да, вот мне сейчас еще, я сейчас еще 30 добавлю. И, соответственно, я буду этим заниматься. Целый месяц буду все проекты, которые размещаю себе в Телеграме, прогонять через 50 аккаунтов. И впоследствии выложу вам статистику, сколько и как я смог заработать на этом. И, соответственно, затраты и так далее. Потому что затраты на один аккаунт не такие уж и большие. Это 10 рублей. Твиттер 15 рублей максимум. Дискорд 6 рублей. Гугл. Почта 100 рублей в месяц. Прокси. Да, вроде бы и все. Потому что по затратам нам больше. Ну и немножко времени, да, чтобы все это сделать. Соответственно, посмотрим, сколько мы сможем заработать на этом за месяц. Два или три. Потому что некоторые проекты, которые мы заполняем сегодня, могут заплатить только через месяц, два или полгода вообще. То есть все это мы записываем, конечно же, в табличку Excel нашу, которая обязательно должна быть вашим помощником. Потому что самому все это заполнить будет нереально. То есть вы выписываете столбик в вашей метамаске, которые к каждому аккаунту привязаны. И, соответственно, контролируете. Допустим, сверху пишите проект такой-то. И каким метамаском вы туда зашли. Проект такой-то. Когда зашли. Если есть известная дата конца мероприятия, конечно, всегда ее записывайте для того, чтобы проверять потом все ваши проекты. Я думаю, всем было все понятно. Если кому-то что-то непонятно, пишите в комментариях или задавайте в телеграм-группе вопросы под постом. В принципе, все всем объясню, всем-всем покажу. Ссылки на ресурсы, такие как прокси, где покупать там твиттеры, дискорды и так далее, оставлю в описании. Давайте зарабатываем в шарке пул. Всем спасибо за просмотр. Продолжение следует...